Вчера мне пришло письмо от Галины Коваленко из форума участники вебинара, форум консультации. Не обращайте внимания на эту рекламу, вся почта, естественно, сопровождается рекламой. Я нажимаю на то, что она мне написала в форуме, показать в контексте. И вы видите, что я уже ответил. Я ошибся, Галина написал. Так, вместо Галины. У меня клавиатура, извините, промокла. Да, извините. Клавиатура дает ошибки. Вот исправил. Извините, пожалуйста, уважаемая Галина Коваленко. Я вам пишу, какие именно сложности у вас возникли. Может, книга моя платная не нужна. Прошу сообщить, на каком этапе возникли вопросы. Коллеги, пожалуйста, общее описание мне не помогут для ответа. Старайтесь писать подробнее. Но не дожидаясь ответа от Галины, я все-таки покажу, как можно создавать тесты с самого начала. Я решил посмотреть, что преподает Галина. И в ее учетной записи, это открытая информация, увидел, что она преподает иностранный язык. Поэтому я постараюсь взять для примера образец тестовых заданий по русскому языку. Потому что принцип примерно одинаковый, как создавать тесты по языку. Возможно, и остальным тоже будет интересно, как создаются тесты с самого начала. Итак, прежде чем создавать тесты, нужно подготовиться, сформулировать педагогический замысел. Вот пример этого замысла. Русский язык состоит из пяти частей. Четыре из них выполняются письменно. На самом деле мы увидим, что это тесты, которые оформляются на бумаге. К ним есть ключи. И есть один устный, устная часть. Мы ее пока рассматривать не будем. Но видим, что время ограничено по этому замыслу. Например, на этот первый тест лексико-грамматика дается 10 минут. Хорошо, это элемент. Дальше здесь мы видим указания про проходной бал. На самом деле тут сложно понять, что они хотели в этом образце. Проходной бал 60, видимо, из всех частей. То ли средний, то ли... Да, наверное, вот средний бал 60, а по 50 баллов на одну из частей проходной бал. То есть по каждой части нужно набрать минимум 50 баллов, но в сумме суммарный балл должен быть не менее 60. Вот такой пример у нас есть. И здесь мы видим вопросы теста и варианты ответа. Как их... Такой вопрос, они тут все однотипные. Как такие вопросы превратить в тест? Я для примера покажу вот этот демонстрационный курс, как образец, как работает педагог с тестами. Давайте обратим внимание, что вот этот желтый-синий дизайн отличается от того, который здесь есть. Не пугайтесь. На нашей платформе можно менять этот дизайн, менять такое оформление. И каждый из вас, кстати, кто создает свои тесты, также может менять внешний вид вашего курса. Если вам интересно, спросите, и я отвечу. Итак, для того, чтобы приступить к созданию теста, нужно включить режим редактирования. Настройки – это настройки курса, а режим редактирования – это как раз то, что нам сейчас надо. Вот появился набор пиктограммочек, доступных только для преподавателя. Для начала можно структуру курса создать и тему 1 по карандашику ставить. Вот у нас будет часть первая. В ней будет один тест. Точно так же и остальные вот эти ключи, остальные разделы. Просто скопировать название раздела и исправить вторую тему. Ну и так далее. То есть вы у себя такие вот начинаете со структуры ваш курс. Если таких тем не хватает, вот тут можно добавить, допустим, одну секцию. Вот тут небольшая путаница в переводе. Слово «секция» и слово «тема» – это синонимы. У вас они могут называться модули, разделы. Это все одно и то же. Вот так вот можно добавить еще. Вот появилась еще одна тема. Или наоборот. Если вам нужно удалить, вы можете лишнюю эту тему, она же «секция» или «раздел» или «модуль» удалить. Все. Теперь начинаем создавать тест, который называется у нас «Лексика-грамматика». Поскольку мы уже название темы ввели, то сюда мы добавим тест. Извините, что там что-то стучит. Надеюсь, это не сильно вам мешает. Добавить. И нужно дать название. Можно, конечно, ставить так, но это будет вода водяная, тавтология. Назовем его «тест-1» для примера. Это обязательное поле. Вступление пока не рассматриваем. Чтобы удобнее было работать с настройками, лучше развернуть все. Все настройки у нас развернулись. Дату начала окончания не включаем. Она у нас как бы универсальна. А вот ограничения по времени, согласно нашего примера, 10 минут. Вот они. Поэтому давайте мы сразу здесь напишем 10. Все. Через 10 минут попытка закончится. Эту настройку не трогаем. По умолчанию она так стоит. И оставляем. Категории пока не рассматриваем. Проходной балл у нас 50. Но пока тоже пропустим. Сейчас узнаете почему. Количество попыток в этом примере не оговорено. Поэтому мы можем ее и не трогать. Если вы хотите ограничить число попыток, вы ограничиваете. Метод оценивания. Высшая. То есть наилучшая оценка. Можно оставить по умолчанию. Вот здесь вот я советую каждый вопрос показывать не по одному, как по умолчанию. Это будет сложнее. А показывать все вопросы. Сложнее для ученика открывать один вопрос, отвечать, потом второй открывать. Я советую. Пусть они будут ученику видны сразу. И пусть он отвечает в свободном порядке. Многие показывают по одному каждый вопрос. Но я так не советую. Показать больше. Метод навигации свободный. Видите, можно заставить проходить последовательно. Сначала первый, потом второй. Ну оставим как вариант свободный. Случайный порядок ответов. Да. Режим поведения вопросов. Самый простой, популярный. Отложенный отзыв. То есть сразу после окончания попытки он увидит результат. Оставляем. После попытки правильный ли ответ? Наверное, вы выключите. Раз у него бесконечное количество попыток, баллы оставим. Правильный. Нет, извините. Вот правильный ли ответ? Да или нет? Можно оставить. Если хотите запутать, чтобы он не знал, где он ошибся. Тогда вы это уберете. А вот правильный ответ убираем. Это можно не трогать. И, в принципе, все. Это пока можно пропустить. Это в зависимости от попытки. Появляется какое-то сообщение. В зависимости от оценки за попытку. Пока пропускаем. Это не обязательно. Никаких ограничений не добавляем. А вот здесь для анализа я советую всегда отображать элемент. Если он получил оценку и прошел проходной балл. Ну, или все доступные попытки завершены. Если вы эти попытки ограничиваете. Отслеживание. То есть, появится меточка. Прошел, не прошел. Но если я сейчас попробую сохранить этот тест, я получу ошибку. Вот, сохранить и показать. Видите, он не сохранил. Он так и остался. Где же эта ошибка? Многие пугаются. Не могут понять, что происходит. Дело в том, что проходной балл я не указал. Не указал. Вот. Только здесь, внизу, появляется красный текст на сообщение. Что проходной балл не поставил. Ну, конечно. Я ввел условия. Обязательного получения проходного балла. А проходной балл не указал. Сейчас я поставлю по умолчанию балл 3. Но потом исправлю. Главное приступить. Сохранить и показать. Тест вроде бы готов. Первый. Но в нем нет ни одного вопроса. Вопросов нет. Предлагается редактировать. И предлагается вот здесь вот добавить. Если вы помните, лучше делать из банка вопросов. Из банка. Открываю банк вопросов. А он пустой. Видите? Нет ничего. Ничего нет. Поэтому давайте рассмотрим вторую часть. Мы тест создали, но не можем работать с банком. Давайте мы сейчас вернемся сюда, на главную страницу. Или откроем вот эту вкладочку. И в настройках курса увидим банк вопросов. Нам нужно создать категории. Создать категории. Второй способ перехода в банк вопросов и в категории. Это нажать по шестереночке. Нажать больше. И открыть вот эти категории. То есть два способа. Давайте зайдем в категории. Для чего? Мы же по заданию, по этому примеру, имеем 4 теста. Значит надо создать 4 категории, в которых будут вот эти все вопросы. Давайте так и сделаем. Скопируем название первой части. И добавим категорию. Ставить. Часть первая лексика грамматика. Добавить. Вот появилась первая категория. В ней ноль вопросов. Давайте еще добавим вторую категорию. Вот она чтение. Копировать. Использую правую кнопку мыши, чтобы вам было понятнее. И добавляю вот в этот список категории вторую категорию добавить. Пока хватит. Нам для образца, для понимания этого достаточно. Категории созданы, но вопросов в них по нулям. Нет ни одного. Открываем эту вкладочку вопросы. Или вот так вот кликаем по названию категории. Она переходит во вкладку вопросы. И начинаем добавлять вопросы. У нас первый вопрос. Давайте вернемся к первому вопросу первой части. Я работаю на рынке. Я специально работаю, сейчас показываю с помощью правой кнопки мыши. Это я всегда использую горячие клавиши. Ctrl-C, Ctrl-V. И на вкладки я перехожу горячими клавишами, чтобы меньше напрягать правую руку. Она и так перенапряжена. Создать новый вопрос. Здесь я уже знаю, что это вопрос множественный выбор. Вот. Тут выбор из двух вариантов. Или этот, или этот. Не будем пока рассматривать остальные. Закончим с самой простой. Наиболее частый пример. Наиболее частый, вот так точнее. Возможно, вам это и будет достаточно. И в название вопросов ставить название вопроса. Текст вопроса продублирую. Это немножко разные термины. Это то, что увидит ученик. А это то название, которое увидит учитель в банке вопросов. Итак, название вопроса есть. Балл по умолчанию стоит один. Вот в этом примере не написано, сколько баллов за один ответ. Тут всего вопросов 20. Из этих 20 вопросов, он должен набрать не менее 50% правильных, чтобы вопрос считался, чтобы тест считался выполнен. Мы сейчас это все рассмотрим. Оставим балл по умолчанию один. Общий отзыв вопроса к вопросу пропускаем. Только один ответ – да. Хотя бывают и варианты, когда несколько ответов. У нас в простой случае один ответ. Случайный порядок – да, оставляем. Нумеровать можно не трогать, но я обычно не нумерую, чтобы вот эти литерации и нумерации не отвлекали ученика. И теперь варианты ответа. Я работаю на рынке. Но я без ключа, мы понимаем, что это правильный вариант ответа. Вставляю правильный вариант. И поскольку он правильный, я ставлю 100% правильный. Соответственно, второй будет неправильный, там будет пусто. И тут пишу букву В. Специально показываю все правой кнопкой мыши для понимания, для наглядности. И вот этот вариант, он пустой. То есть он ничего не получит за этот вариант. Остальные вот эти третий, четвертый варианты оставляем пустыми, потому что у нас их, по примеру, нет. Если нам этих пяти вариантов будет мало, мы можем добавить сколько угодно вариантов ответа. А, и в принципе, все. Сохранить изменения и какая-то ошибка. Где-то ошибка состоялась. Нет, ошибки никакой нет. Можно посмотреть, что получилось. А, я выбрал сохранить изменения и продолжить. Вот он мне и оставил то же самое. В режиме редактирования вопроса. Но добавилась вот эта ссылочка, предварительный просмотр. Я рекомендую всегда посмотреть, что увидит ученик. Вот он увидит вопрос. За него один балл. Так. Вариант ответа, допустим, неправильный. Отправить и завершить. Вот он и пишет. Ответ неправильный. То есть, я, как учитель, вижу, что здесь все нормально. Если я хочу еще раз начать сначала. Могу посмотреть правильный ответ. И вот он показывает правильный. То есть, все. Первый вопрос готов. Нажимаю сохранить. И у меня вот этот вопрос один уже есть. Если мне он не нравится, я могу его вот так кликнуть удалить. Могу его отредактировать. Посмотреть. Удалить. Это пока не надо. Это тоже пока не надо. Но поскольку у меня вопросы однотипные, то я сэкономлю мое время и нажму на дублировать. Появился дубль. То есть, копия. И мне проще скопировать второй вопрос. Исправить его короткое название. Вставить сам вопрос, что увидит ученик. И вставлю другие варианты. Раньше он жил. Вот этот вариант. Правильнее копирую. Где сто процентов. Я его заменяю. Добавляю. Двойной щелчок. Выделилось слово копировать. Вставляю второй вариант. На третий вариант нет у меня полей. Добавляю. Ничего не потеряется. Добавляю еще варианты. И вставляю третий неправильный вариант ответа. Вот сюда. Третий. Вставил. Он тоже неправильно. Поэтому пусто здесь и пусто здесь за этот вариант. Пустые пропускаю. Ну поскольку у меня уже все проверено. Я уже проверял. Я нажимаю не продолжить. А просто сохранить. У меня два вопроса. Ну и так далее. Вы вот так вот копипастом. Вставляете эти вопросы. Пока достаточно. У меня в банке вопросов. По части первой. Появилось два вопроса. Вот я вижу количество. Теперь я покажу завершающую часть. В нашем тесте. Я добавляю. В режиме редактировать тест. Вот здесь по ссылочке она. Слабенько так видно. Без большой кнопки. Добавить из банка вопроса. То что у меня есть. Вот все мои категории. И вот в части первой. Которая мне нужна. Я вижу. Свои два вопроса. Вот они. Я их хочу добавить. Можно по одному. А можно просто. Вот по этому полю щелкнуть. Они все выберутся. Все ваши вопросы. Добавить выбранные вопросы. В тест. Ну и здесь не забыть про оценку. Видите. Они говорят. Что нужно 50 баллов. 50 баллов. То есть. Видимо. 100 баллов. Это максимальное. Да. Поэтому я. За этот тест. Максимальную оценку ставлю. 100 баллов. Сохранить. Ну здесь. Здесь можно ничего не делать. Итоговый балл. Два. Поскольку два. Вопроса по одному. Вот этот. Итоговый балл. В общей оценке. Автоматически. Пересчитается. К 100 балльной шкале. Ну. И. Не забыть. Мне в этом. Тесте. Один. Вот он уже готов. Можно начинать. Выставить. Этот. Проходной балл. Вот это. Последняя. Настроечка. У нас. Видите. Требует. 50 баллов. Редактировать. Настройки. Проходной балл. Оценка. Поставить проходной балл. 50. Вот теперь он сохранит. Если бы я поставил сразу 50. А по умолчанию при создании теста записано 10. То он бы показал ошибку. Вот теперь я могу сохранить и показать. Вот. Вот он сохранит. Показал. То есть он готов. Давайте проверим. Обращаю внимание. Что я проверяю сейчас в роли. Учителя. Я в этом курсе учитель. Так. У меня тут появилось 3. 3 непрочтенных сообщения. А. Я их уже прочитал. Поэтому ставлю галочку. Все прочитал. Ну и проверяю начать тестирование. Поскольку я на стройках выставил 10 минут. То у меня предупреждает. Если бы это ограничение не выставил бы. То такого сообщения не было бы. Он предлагает ученику подумать. Уверены? Да. Начать попытку. Ну дальше. Все просто. Все очень просто. Вот он таймер. Время не тикает. Оба вопроса видны. Навигация. Вот тут могу перейти с вопроса на вопрос. Вот она. Свободная. Вот. Я перешел на второй вопрос. А тут может быть и 10. И больше. Любое количество вот здесь будет появляться. Сколько вы сделаете. И прежде чем я нажму на закончить попытку. Я хочу обратить ваше внимание на то, что у учителя есть такая кнопочка «Редактировать вопрос». Может какая-то опечатка, неточность. Вы можете ее исправить прямо тут. Попасть в режим редактирования. Исправить ошибку. Нажать «Сохранить». И вы снова вернетесь в эту попытку. Ну а теперь попробуем пройти тест. Раньше он жил или будет жить или живет. Ну допустим, я слабо знаю русский язык. Выбираю неправильный вариант ответа. Я работаю на рынке. Тоже неправильно отвечаю. Как ученик. Закончить попытку. Он показывает, что ответы все введены или сохранены. Это значит, что ученик видит, на все ли вопросы теста он ответил. Если он не уверен, он может вернуться к попытке и исправить свои ответы. Время еще его позволяет. Если он уверен в ответе, нажимает «Отправить все и завершить тест». Мудл снова спрашивает. Вы потом не сможете изменить свои ответы. Есть вариант отмена и вернуться к тесту. Если он уверен, то нажимает «Завершить». И вот мы видим. Ваш ответ неправильный. Ваш ответ неправильный. Оценка 0 баллов из 100 максимальной. Это оценка. Баллов всего 0 из 2. И ученик вот так вот заканчивает обзор. Увидел свои результаты. При завершении обзора ученик, я сейчас как ученик, чтобы вам было понятно, видит свою попытку. Оценка у него 0 из 100. Баллов 2. Вот тут может быть путаница. Тут нужно объяснить. Баллы – это баллы за попытки. А оценка за тест вот здесь. Если он хочет проанализировать свои результаты, он может их просмотреть еще раз. Закончит обзор. И пройти тест заново. Вот, в принципе, и все. Но давайте посмотрим на результаты. Ученик видит, что ответ неправильный. А где правильный? Помните, мы в настройках теста, вот здесь вот, мы выставили показывать общий балл. Вот он 0. Показывать верно, неверно. А где верно, ученик не видел. Ну вот, пожалуй, и все. Если вы хотите, чтобы и этого варианта он не показывал, то можно тоже в настройках вообще убрать показ правильный, неправильный. Закончить обзор. И теперь давайте мы успешно пройдем тест. Раньше он жил в другом городе. Видите, сами вопросы перемешиваются. До этого этот вопрос был в начале, теперь он на втором месте. И варианты ответов тоже перемешиваются. Все прекрасно. Вот я выбираю правильный вариант ответа. А этот я забыл набрать, забыл выбрать, рассеянный ученик. Если ученик попытается закончить попытку, то Moodle напишет, что на второй вопрос ответа нет. Бывает, случайно пропустил. То он может нажать сюда или вернуться к попытке и ввести свой вариант. Вот оно. Я работаю на рынке. Я уже хороший ученик, все освоил, что меня учил учитель. И заканчиваю попытку. Теперь все ответы сохранены. Ученик спокоен. Он все ответил. Он уложился вовремя. Если бы он не уложился, то Moodle написал бы ему, извините, ваше время истекло. И закончил бы эту попытку насильно. Отправить все и завершить тест. И вот мы видим результат. 100 баллов из 100 он набрал. Показывает, что он ответил правильно. Зеленые уже галочки. То есть ученик учится, анализирует, смотрит. Теперь, в принципе, я уже как бы все рассказал. Но аналитики результатов здесь нет. Я сейчас не буду про нее говорить. Как только будут проходить ученики, вот тут появится новая ссылка. Для анализа ответов учеников. Это я расскажу отдельно, если вы захотите. Спасибо вам за внимание. А теперь вы сможете также создавать тесты в своих курсах легко и быстро. Жду ваших вопросов. До свидания.